сегодня я хочу продолжить начатый разговор ранее по поводу того как выставлять присутствие да что такое многомерное наблюдение если помните в прошлый раз я говорил о том что очень важно прочувствовать в чем разница именно в теле как тело реагирует например на слово наблюдатель на слово наблюдать и на слово наблюдение нужно это посчитывать нужно это делать несколько раз не один не два об достаточно на постоянной основе чтобы тело выработало тот сенсор который будет это различать который будет это считывать и будет мониторить и так если помните я говорил о том что очень важно первый уровень это как человек взаимодействовать с внешней средой насколько он включен насколько он мониторе что с этой средой происходит что если бы человек оказался на острове или оказался да в в каких-то джунглях, он был бы очень внимателен, буквально по периметру, буквально 360 градусов, он бы мониторил пространство, он бы его ощущал. И это очень важно. Далее, следующий уровень. Не выключаясь из этого мониторинга внешнего, очень важно, чтобы человек начал мониторить точно так же внутреннее пространство. То есть что он чувствует, какие у него эмоции, какие у него физиологические процессы, что он думает. Это тоже очень важно. И это все должно происходить одновременно, и внешнее, и внутреннее. Далее, это еще не все. Человек зачастую может находиться в наблюдении, когда он ничем не занят. Ну вот сейчас, например, я стою, и я могу сказать, ага, вот в тишине, я чувствую пространство вокруг, небо, море, горы, все здорово. Ага, ну я могу еще почувствовать, что внутри у меня более-менее спокойно, тихо мысли текут таким, как говорится, плавным потоком. Этого недостаточно, потому что может сейчас включиться динамика тела, то есть, например, кто-то позвонит, кто-то подойдет, что-то вы начнете делать, и вы можете потерять весь этот процесс присутствия. То есть вот эти уровни, они должны быть активны. И заметьте, они должны быть одномоментные, они должны быть одновременно, недопустимо дискретности, недопустимая фрагментарность, когда вы то в одном уровне, то в другом, то вообще отсутствуйте в мышлении. Итак, мы подключаем динамику тела, и получается уже три уровня должны работать одновременно на одномоменте. И это еще не все. Следующий очень важный шаг, то есть смотрите, человек находится в данной реальности, в этой матричной реальности, он, естественно, мониторит все, что происходит снаружи тела, внутри тела, посредством тела, но это еще не все. Важно абсолютно точно обнаружить, а как я ощущаю со стороны то, что происходит со мной, именно со стороны. То есть вы как бы должны выдвинуться на определенную координату. Естественно, те, кто приходят в проект, мы этим подробно занимаемся, мы это подробно вскрываем. Это не то, что я рассказываю, а это именно то, что человек обнаруживает собой, и потому это так ценно, потому что это навсегда останется с ним, в нем, это останется посредством человека. То есть это не набранное знание, это вскрытое знание изнутри. А если помните, истина ближе, чем дыхание. Дальше дыхания истины нет. Итак, для чего все эти уровни? Уровни должны быть именно для того, чтобы создалась герметичность, чтобы ничто не могло прорваться, не могло внедриться. Вот смотрите, допустим, батискав, неважно, опускается в воде, или человек в скафандре, у него обязательно должна быть герметичная скафандра, чтобы вода не проникла вовнутрь. Вода ведь не гоняется за человеком, она не пытается его убить, у нее нет опора. Но стоит произойти какой-то трещине, какой-то бреши, и вода затекает. И так не должно быть этой трещины, не должно быть бреши. Нет, вы не выключены, нет, вы не овощ. Вы действительно взаимодействуете с собой осознанно, но при этом вы находитесь в определенном поле пространства присутствия себя. И вот это важно. А в дальнейшем мы продолжим рассказывать и взаимодействовать, и вскрывать другие более сложные уровни, которые помогут человеку обрести, ощутить свою настоящесть и больше никогда ее не потерять. Субтитры создавал DimaTorzok